Смена табличек на кабинетах с терапевта на врача общей практики для Галины Петровны, как и для тысяч других пациентов, прошла абсолютно незамеченной. Она не часто ходит в поликлинику, не любит очереди и хождение по кабинетам. Но сейчас особый случай. Спина отчаянно сигнализирует о помощи и самое время безотлагательно посетить терапевта. А вот талон выдали к врачу общей практики. Сначала удивилась, а вот по окончании приема тут же оценила нововведение. Раньше нужно было каждому врачу брать отдельный талон. Сейчас я прихожу к врачу общей практики, и она может посмотреть меня и как лор, и как невролог. И очень удобно, потому что я пришла к ней с проблемой в позвоночнике. Она меня осмотрела и написала какие-то назначения. Теперь я их буду выполнять. Смена обычных участковых на врачей общей практики сейчас проходит по всей республике. Уже в будущем году терапевтов в белорусских поликлиниках не будет. Нововведения внедряют в гродненских поликлиниках не первый год. Уже сейчас прием пациентов ведет 184 врача общей практики. При этом новая специализация не подразумевает абсолютно новые кадры. Для того, чтобы перейти на врача общей практики, нам пришлось, естественно, обучиться. То есть у меня появился новый диплом. Не только диплом лечебно-профилактическое дело, но и врача общей практики. То есть для этого мы 4 месяца обучались. То есть проходили, повторяли терапевтическую патологию, углубленно повторяли еще хирургическую, неврологическую патологию, отоларингологию, офтальмологию, педиатрию. То есть, в принципе, терапевт раньше это все знал, но только по частям, может быть, в меньшей степени. Сейчас это просто углубилось. Исключить отит, подтвердить легкую тахикардию, диагностировать остеохондроз и назначить лечение при порезе руки. То, чем раньше занимались только узкие специалисты, теперь может вести врач общей практики. Для этого кабинеты врача общей практики по-другому оснащены. То есть табель оснащения их совсем другой. На сегодняшний момент в кабинетах врача общей практики имеются ростомеры, весы, портативные электрокардиографы, фотоскопы, неврологические молоточки. То есть все это способствует тому, чтобы врач самостоятельно мог провести осмотр и выставить определенный диагноз, не направляя пациента к друг к узким специалистам. Конечно, узкие специалисты без работы не останутся. Лоры, кардиологи, офтальмологи и хирурги по-прежнему будут вести ежедневный прием пациентов. Но благодаря многопрофильности врачей общей практики, ведущих первичный прием, у узких специалистов будет больше возможностей и времени вести сложных пациентов. Очевидно, что больше времени на осмотр, сбор, анамнеза и диагностику необходимо и врачам общей практики. Именно поэтому прием теперь длится не 13 минут, как раньше, а 15. Вполне логично, что из-за этого уменьшились и участки. Если до нововведения терапевт ввел около 2000 пациентов, то сейчас на попечении врача общей практики не более 1500 человек. К слову, оценить пользу от медиков новой специализации могут не только те, кто уже заболел, но и те, кто постоянно следит за своим здоровьем. Достаточно нашей поликлинике посвятить один день, только правильно записаться, получить этот талон, для того, чтобы врач с ним хорошо, серьезно пообщался, сдать анализы в один день. То есть общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза, биохимический анализ, который там липидограмму можно выявить, можно другие патологии выявить, электрокардиограмму снять. То есть осмотреть, оценить свой неврологический статус. С появлением врачей общей практики сделать все это за один день вполне реально. Ведь отпадает необходимость заказывать целый веер талонов к узким специалистам. Оценить это нововведение в медицине в будущем году смогут все, без исключения Гродницы. С 2020 года во всех городских поликлиниках первичный многопрофильный прием вместо терапевтов будут вести врачи общей практики. Лена Молчанова, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова